Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне. Сегодня в 1-4-й лучшая белорусская теннисистка победила бывшую первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову. Сейчас она 29-я в мировом рейтинге. Первую партию Соболенко выиграла 6-1, во второй при счёте 4-2 в пользу Арины Шарапова покинула корт, получив травму ноги. За выход в полуфинал белорусская уже заработала около 40 тысяч долларов и 110 очков к рейтингу ВТА. На рождественском турнире по хоккею сегодня в борьбу вступают ещё 4 команды. В эти минуты на Чижовской арене проходят два матча Швейцария-Россия и Китай-Объединённые Арабские Эмираты. В вечерней программе поединки Германия-Чехия и Беларусь-сборная стран Балтии. Хозяева выйдут на лёд в 19.00. Напомним, накануне наша дружина выиграла у команды Международной Федерации Хоккея 13-7. Победа над Балтийцами гарантирует белорусам выход в полуфинал. В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100, а первой промышленной партией отчитался Мозорский НПЗ. На заводе сообщили, что бензин АИ-100 К5 Евро разрабатывался для применения в двигателях в инструкции по эксплуатации, в которых указано октановое число не менее 95. Новый вид бензина появится на белорусских заправках, а также будет поставляться на экспорт. Его можно использовать в любых стандартных автомобилях. АИ-100 позволяет получить максимальную мощность, облегчает запуск и снижает удельный расход топлива. Кроме того, сниженное содержание серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает коррозию на деталях автомобиля, а сбалансированный фракционный состав снижает количество вредных выбросов в атмосферу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова